Бытие, глава двадцать вторая. И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения. Авраам сказал, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли дальше оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам. Он сказал, вот я. Ангел сказал, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ире, Господь усмотрит. Поэтому и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал дело сие и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет всеми твое городами врагов своих, и благословлятся всеми твоем все народы земли за то, что ты послушался голоса моего. И возвратился Авраам к оторкам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии. После этих происшествий Аврааму возвестили, сказав, Вот и Милка родила Нахору, брату твоему сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата всему, Кемуила, отца Арамова, Кесада, Хазо, Пелдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека, восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову, и наложница его именем Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Субтитры создавал DimaTorzok